Всем привет, зрители моего канала и подписчики. Сегодня мы с вами готовим вкусняшку, такая, знаете, праздничная, так скажем. Сейчас вам покажу даже в начале видео, чтобы вы понимали, какая это красота. Это краффины. Вот так выглядят, смотрите. На эту порцию получается килограмм из этих ингредиентов. Это бюджетный рецепт. Он мега вкусный, мега классный. Ну, если вы его не готовили, то хотя бы попробуйте и посмотрите. На сегодняшний день я считаю, он очень бюджетный. И специально для вас взвесила, сколько в итоге получилось. Вот так выглядят они. У меня формочки свои, я пергамент туда подкладываю, выпекаю. Не покупаю вот эти покупные, вы можете покупать. Здесь изюм и также с маком есть. Вот такие вот. Все, ребятки, смотрите дальше рецепт. Рецепт получился небыстрый. Но у меня не только канал о рецептах и дачный контент. Все такое сумбурное, так скажем, лайфстайл. Я снимаю всего по чуть-чуть, что мне интересно. И кому такое интересно, приглашаю вас подписаться, написать комментарий. В общем-то, пишите, будем общаться. И смотрите рецепт. Все, всем хорошего настроения. Приступаем готовить. Это такой вообще рецепт. Я считаю, на сегодняшний день это бюджетное. Так, краффины получаются очень вкусно. Это проверенный рецепт не единожды. Еще также понадобится, здесь нету мака и изюма. Но это, так скажем, если вы любите, а если нет, то не добавляйте. Можно также и орешки добавить. Но это все потом. Давайте из главного начнем. Молоко подогретое. Такое теплое должно быть у вас. Сахар. 100 грамм. Все, как всегда, ингредиенты в описании оставляю. Кто у меня на канале, знают, ребятки, что я всегда оставляю им. Рецепты проверенные. Так скажем, не единожды. Трожжи. У меня это вот такие вот прессованные. Я всегда их замораживаю и только такими пользуюсь. Все смешиваем. Сейчас они у нас разойдутся немножечко. Сюда необходимо добавить нам муку. Совсем чуть-чуть. Мука уже предварительно просеянная у вас. По рецепту там 500 грамм. И вот так вот все подмешаем. Конечно же, пишите свои любимые рецепты. Как готовите вы? Любите вы с добавлением начинок? То есть таких начинок я имею ввиду, как орехи, мак. Или просто любите без ничего. Цукаты также, я знаю, добавляют. Это все, как скажем, кто что любит, то и добавляет. Очень много разнообразных рецептов. Надо все пробовать и тогда уже будет понятно. Понравится вам такое или нет. Все, ребята, оставляем немножко, минут 5-10. Нам надо все максимально просто, максимально быстро. Пусть постоит. Так, немножко у нас постояли вот эта дрожжевая вся масса. И все, долго не надо дождаться. Работают дрожжи или нет, посмотрели, этого достаточно. Затем сюда добавляем яйца. Здесь 2 желтка и 1 целое яйцо. И сливочное масло. Вот это все необходимо перемешать нам быстренько. Вот так вот перемешиваем. Рецепт быстро готовится. То, что нам надо. Единственное, конечно, учитывайте, что это дрожжевое тесто. Необходимо будет ему постоять по времени. То есть сколько там. Ну, посмотрим. В теплое место будем ставить. Как всегда, я ставлю это в теплое место. У меня духовка на 50 градусов. Туда ставлю и посмотрим. Вообще, изначально, когда я нашла этот рецепт, было написано полтора часа. Выстояться должно тесто. Вот, растойка теста. Ванильный сахар добавляем. Если у вас ваниль, добавляйте ваниль. В смысле ванилин. Вот столько соли на этом этапе добавим. Сюда. И начинаем вводить муку. У меня столько не стояло. То есть, ну, посмотрим куда-то. Посмотрим. Рецепт очень простой. Я считаю, все. То есть смешали. И бюджетно. Это самое главное. На сегодняшний день. Не надо ни сметаны. Ни 10 желтков. Есть такие рецепты. Смотришь. Сливки. Сметана. Масло. Так, все. Венчик убираем. И буду замешивать дальше ложкой. Кто и думается, конечно, будет вкусно. Столько ингредиентов добавляю. А это у нас рецепт будет бюджетный. Но, тем не менее, очень хороший, вкусный. Всю муку добавляем. Будем собирать сейчас уже тесто. Готовим, конечно же, с хорошим настроением. Мы готовим для своей семьи. Получится очень вкусно. Вкладываем только позитивную энергию, естественно. С хорошими мыслями. С хорошим настроением. Совсем хорошим, в общем-то. Вы поняли, я думаю. Все. Тесто такое, что можно его собрать. Выкладываем его на поверхность, где будете работать с тестом. Вот видите, какая консистенция. Сейчас все собираем. Эту чашу далеко не убираем. Будем в ней настаивать. Духовку буду отправлять в ней. Сейчас все вот эти остатки соберем. Смешаем. Далеко не прячем. Все, ребята, собираем все тесто. Все как всегда. И собираем тесто. Мукой уже стараемся не забивать это тесто. Поначалу будет казаться липнет. Ничего, лучше руки сейчас смажем маслом. Нам прям сильно его не надо вымешивать. Только собрать. Все собираем. Оно довольно нахкое у нас. Податливое. Вот по рецепту есть 500 грамм муки. Все. Больше не надо, ребята, добавлять. Вот видите, липнет еще. Ничего страшного. Не боимся. Так, все, мы собрали это тесто. Видите? Все, вымешивать нам его не надо. Видите, оно такое. Ну, прилипает к поверхности. Оставляем его так. Отпыляем хорошо. И сюда его. И выкладываем. В чашу накрываем. И отправляем подходить. По времени я вам уже говорила. Посмотрим, сколько пройдет сегодня. Напишу. Все. На этом этапе пока все. Так, ну что. Прошел уже час. Можно было еще чуть-чуть подождать. Но давайте уже будем делать. Сегодня у меня нету особо на это времени. Рецепт занимает по времени. Ну, на расстойку. Если хотите, полтора часа можете оставлять. Я час буду оставлять. Подготовила мак. Обычный. То есть мак, видите. Чешский мак. Изюм. В теплой воде его промыла. Я знаю, в коньяке замачивают. Сегодня так. Если знаете, как вам нравится, что вы замачиваете, замачивайте изюм. Вот так вкуснее. Кто что говорит. Достаем тесто. Вот так выглядит. Сейчас будем с вами рассматривать его. Вот такое вот тесто. Вот так подошло. Видите? Что теперь будем делать? Выпекать я буду формы. Подготовила. Такие обычные формы у меня. И сюда пергамент выкладываю. Необходимо нам вот эту столешницу всю подсолнечным маслом обработать. Мы не будем больше тесто забивать мукой. И будем работать так с ним. Кто такое не любит. Ну, ребята, рецепт таков. Не знаю даже, что вам посоветовать. Не знаю. Так, все, достаем. Немножко обминаем его. Ну, как обминаем. Нам необходимо его поделить. Насколько? Давайте поделим на 5 формочек. Я думаю, будет нормально. Зрительно. Так поделю. На 5 таких колобочков. На вот так вот. 3. Можно было бы через весы это сделать. Ну, сегодня так сделаем. Мне кажется, здесь самый большой кусочек получился. Вот так вот. Вот у нас 5 таких заготовочек, так скажем. Что теперь мы делаем? Необходимо еще немножко, видите, чтобы оно не прилипало. Руки и столешницу. Ну, там, где будете работать. И мы сейчас должны раскатать вот это вот тесто, заготовочку. И сюда я буду делать часть с маком, а часть с изюмом. По наполнению там смотрите сами, сколько вы будете добавлять этого всего. Хочу вам сказать, что на эти вот ингредиенты можно было сделать всего 2. То есть 2 вот этих краффина и все. И больше не готовить. Но я люблю, чтобы по форме они были, знаете, такие вот маленькие. Мне так больше нравится. То есть можно было бы 2 средних сделать и не заморачиваться. Но я хочу вот так вот. И вам решила тоже это заснять как идею. А вы думайте уже сами, какие вы там хотите, чтобы были у вас. Решайте. 2 маленькие, 5 больших. 2 большие, либо 5 маленьких. Так, ребятки, вот так закручиваем рулетик. У нас получается. Позащипали здесь. Теперь что делаем? Теперь мы берем вот так немножечко, как, знаете, как придавливаем. И делаем вот так вот разрезы вот такие вот посередине. Вот так вот, чтобы она у нас прям конкретно все подставало. Изюм вообще, какой у нас, видите, большой получился. Ничего страшного. И закручиваем вот такую вот улиточку. Вот так вот. Закручиваете, закручиваете. Так, а это в эту сторону. Изюм вот так вот вкладываем, пытаемся. Так, это в эту сторону. Сильно такой большой изюм какой-то у меня получился, ребятки. И вот так вот у нас получается такая конструкция с вами. Видите? Так, оставший изюмчик сюда. Вот такая заготовочка. Видно вам? Вот какая она по размерам. Что-то фокус сегодня никак не хочет вам показывать. И мы стараемся сюда. Выкладываем ее сюда, формочку. Стараемся, конечно, чтобы ровно получалась у нас заготовочка. И так же такая розочка у нас получается. Оставляем ее на расстойку. Ну, посмотрим, сколько это займет у нас время. Ну, минут 15. Это точно надо оставить. И теперь сделаем с маком. Пишите свои варианты, когда вы добавляете изюм. Я знаю, некоторые добавляют изюм на той стадии, когда только замешивают тесто. То есть это тогда, когда вот мы с вами добавляли муку. Тогда добавляют. Его смешивают с мукой. И добавляют. Так, мак сюда. Мы, видите, сегодня сделали чуть-чуть по-другому. Уже когда заворачивать изюм. Ну, пишите, будет интересно почитать. Как вы делаете. Я когда как. И так, и так добавляю. Потому что иногда я не делаю все с изюмом, допустим. Или с маком. Ну, а краффины это вообще тут полет фантазии, как говорится. И с орехом можно делать. Да как угодно. Все приветствуется, так скажем. Главное, что вы поняли идею, как это мы все делаем. То есть, вы видите, как все сворачивается. Наш будущий этот краффин. Вот так вот. Хорошо защипывается. Давайте вот так вот сделаем. И начинаем его нарезать. Если там что-то не идеальное, где-то не переживайте. Ребята, мы делаем для себя это опыт, который нарабатывается не сразу. Не расстраивайтесь, не переживайте. Все получится. Домашний такой вариант. Это ж как бы не в пекарне. Надо тоже понимать сильно к себе. Строго не относитесь. Главное дело с настроением. А так раз приготовили, не получилось. И что вы потом? Не будете готовить? Надо пробовать все готовить. А там посмотрите. Для себя. Возможно, не идеально. Где-то форма. Вот видите. Ничего страшного. Ничего. Не переживайте. Вот так. Заготовочки такие. Все. Выкладываем сюда. Аккуратно стараемся. И все будет у нас на расстойке это стоять. И все. И будем так все проделывать. Все, ребята. Отправляем. Немножко постояли. Немного совсем. Минут 15. Все. При 180 будем выпекать. Ну, посмотрим. Ну, полчаса точно. Все. Будем запекать. Так, девчонки и мальчишки. Вот так выглядит, когда все подоставали с духовки. Специально вам хочу показать вес на эти все ингредиенты. Вот такой вот. Ну, где-то в среднем одна вот такая формочка у меня 200 грамм. Вот такой краффин один. Ну, за счет изюма, начинка. Видите, они такие тяжеленькие. Сегодня никакое украшение не буду делать. А вы там смотрите сами, какую глазурь будете готовить. Это на ваш вкус. То есть, по вашему желанию. Вы же знаете, куча рецептов разнообразных. Готовьте. Я сегодня, так скажем, по классическому варианту подпыляю пудрой и оставляю, чтобы они хорошенечко простыли. Нельзя такое тесто разрезать горячим. Вы это все знаете. А кто не знает, то вам говорю, будете знать. Должно хорошенечко остыть. За это время ставим чай. И будем с вами пробовать вот такую красоту. Все, ребята, ждем, когда остынут. Ребятки, доснимаю вам уже следующего дня. Утром, поздно вечером их пекла. Долго остывали. Но мы все равно уже две слопали. Так что такое, хотела вам в разрезе показать. Так, Женя, на следующий день, чтобы вы понимали. Вот такие вот в разрезе. Вот. Видно вам? Ну, как фокусы есть? Да, фокус такой вот. Видите, мака и не сильно много. То есть. Миру сладкие, хочу вам сказать. Вообще, вот видите, как оно все. То, что мы с вами заматывали. Вот, видите, какие слои. Вот. Видите, как. Все проготавливается. Отличный просто рецепт, бюджетный. Так что, ребятки, готовьте. Пишите свои комментарии, какие вопросы там. Все спрашивайте. По мере возможности буду отвечать. Все. Всем хорошего настроения. Готовьте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok